Правильная эксплуатация автомобиля Для реализации этих задач в системе питания имеется ряд приборов и устройств. Одни из них подают и очищают топливо, другие воздух, третьи приготовляют и подают в камеры сгорания горючую смесь, четвертые отводят в атмосферу продукты сгорания. Топливо хранится в баке. О количестве топлива сведения посылает датчик через указатель, находящийся на приборном щитке в кабине. Внутри бака имеются перегородки, которые увеличивают его жесткость и уменьшают гидравлические удары топлива во время движения автомобиля. Герметичная пробка заливной горловины имеет два клапана. Выпускной, который открывается при избыточном давлении в баке в результате повышения температуры. И впускной при разрежении в результате расхода топлива и понижения температуры. Такое устройство пробки способствует уменьшению потерь топлива и обеспечивает бесперебойную подачу его из бака. Заливная горловина и топливоприемная трубка бака снабжены фильтрами. Частоте топлива в системе питания автомобиля уделяется большое внимание. Топливо в баке проходит через фильтры горловины и приемной трубки и поступает в фильтр-отстойник. Его фильтрующий элемент, состоящий из металлических пластинок с микроскопическими выступами, задерживает механические примеси размером до 0,05 мм. Отфильтрованное топливо из бака забирается насосом и подается к карбюратору. Топливный насос состоит из корпуса с приводным валиком и рычагом, головки с клапанами, крышки, демпфера и диафрагмы, приводимые в действие эксцентриком распределительного вала. Эксцентрик поднимает штангу и коромысло отжимает шток, сжимая пружину. Диафрагма, соединенная со штоком, прогибается. Над диафрагмой создается разрежение, и топливо через фильтр и открывшиеся впускные клапаны заполняет полость. Когда эксцентрик освобождает штангу, пружина разжимается, диафрагма перемещается вверх и выталкивает топливо через выпускные клапаны насоса и игольчатый клапан карбюратора в поплавковую камеру. При повышении уровня топлива под действием поплавка игольчатый клапан закрывается, давление топлива над диафрагмой увеличивается, и пружина не сможет отжать диафрагму. Штанга будет двигаться в холостую, пока не откроется клапан карбюратора. Таким образом, работа насоса автоматизирована и зависит от положения игольчатого клапана карбюратора. Для подачи топлива в карбюратор при неработающем двигателе насос снабжен рычагом ручной подкачки. Из насоса на пути к карбюратору топливо проходит через фильтр тонкой очистки. С помощью керамического или капронового элемента он задерживает мельчайшие частицы и волокна, которые могут засорить жиклеры карбюратора, а также препятствовать полному закрытию его запорного клапана. Для приготовления горючей смеси необходим воздух. Из атмосферы по каналу в капоте воздух поступает в воздухоочиститель. Канал оборудован заслонкой, которая устанавливается летом для пропуска воздуха снаружи капота, а зимой подогретого воздуха из-под капотного пространства. В корпусе очистителя воздух резко изменяет направление движения. Часть примесей по инерции ударяется о масляную поверхность и оседает в масле. Более тонкая его очистка осуществляется при прохождении капронового фильтра. В обычном виде бензин горит медленно и использовать его для работы двигателя нельзя. В цилиндрах двигателя топливо сгорает за время рабочего такта, который длится в среднем 15 тысячных секунды. Образование горючей смеси один из важнейших процессов, осуществляемых приборами системы питания. Чтобы добиться быстрого сгорания топлива, его нужно сильно распылить и перемешать с воздухом. Установлено, что для полного сгорания одного килограмма топлива необходимо 15 килограммов воздуха. Смесь такого состава носит название «нормальный». При увеличении количества воздуха различают обедненную и бедную горючей смеси, а при уменьшении — обогащенную и богатую. Эту задачу приготовления горючей смеси выполняет один из важнейших приборов системы питания — карбюратор. Рассмотрим этот процесс на схеме простейшего карбюратора, который состоит из поплавковой камеры с поплавком и запорным клапаном. Топливного жиклёра, канала, распылителя, смесительной камеры с диффузором, воздушной и дроссельной заслонки. Смесительная камера впускным трубопроводом сообщена с цилиндром. При такте впуска разрежение из цилиндра передаётся в смесительную камеру, вследствие чего скорость воздуха, проходящего через диффузор, резко увеличивается. И топливо из поплавковой камеры поступает в распылитель и далее в смесительную камеру. В диффузоре топливо разбивается на мельчайшие капельки, интенсивно перемешивается с воздухом, и, испаряясь, превращается в горючую смесь и поступает в цилиндры двигателя. Однако такой простейший карбюратор не может обеспечивать работу двигателя на всех режимах. В зависимости от условий работы автомобиля, дороги, массы груза, скорости движения и других, двигатель работает на разных режимах, для обеспечения которых нужна горючая смесь соответствующего состава. Современный карбюратор автомобильного двигателя представляет собой сложный прибор, оснащённый различными дозирующими системами и устройствами, обеспечивающими работу на необходимых режимах. Корпус карбюратора состоит из трёх частей. Верхний, средний и нижний. В них размещены воздушная горловина с воздушной заслонкой, поплавковая камера с поплавком и запорным клапаном, сообщённые с атмосферой балансировочным каналом, смесительные камеры с дроссельными заслонками, а также дозирующие системы и устройства. Главная дозирующая система — ускорительный насос, экономайзер, система холостого хода и пуска, ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала. Главная дозирующая система служит для поддержания примерно постоянного экономичного состава горючей смеси, для заданного наиболее распространённого режима — режима средних нагрузок. В неё входят главный топливный жиклёр, жиклёр полной мощности, воздушный жиклёр, распылитель, смесительная камера. Экономайзер обеспечивает приготовление обогащённой горючей смеси при работе двигателя на полных нагрузках. Он состоит из клапана, толкателя с пружиной, приводимого в действие рычагом со штоком и планкой. Для быстрого увеличения мощности двигателя водитель резко открывает дроссель, из-за чего увеличивается количество проходящего воздуха, а поступление топлива запаздывает, вследствие чего вместо обогащения происходит обеднение смеси, вызывающее падение мощности двигателя. Чтобы избежать этого, в работу вступает ускорительный насос. Он подаёт дополнительную порцию топлива. Насос состоит из цилиндра, поршня со штоком и пружиной, обратного и нагнетательного клапанов, каналов и распылителя. Система холостого хода обеспечивает устойчивую работу двигателя без нагрузки, с минимальным расходом топлива. К ней относятся блок воздушного и топливного жиклёров, каналы, щелеобразные круглые отверстия и регулировочные винты. Качество и количество горючей смеси. Пусковое устройство обеспечивает надёжный пуск холодного двигателя. Устройство состоит из воздушной заслонки и с клапаном и привода управления. При запуске холодного двигателя ручку привода воздушной заслонки водитель тянет на себя. Воздушная заслонка закрывается, а дроссельная слегка приоткрывается. Во время прокрутки коленвала топливо поступает по каналам главной дозирующей системы и системы холостого хода и образуется обогащённая горючая смесь для пуска двигателя. При увеличении числа оборотов требуемое количество поступающего воздуха обеспечивается открытием клапана воздушной заслонки. По мере прогревания двигателя водитель открывает воздушную заслонку дроссельная при этом закрывается. Главная дозирующая система отключается. Работу двигателя без нагрузки обеспечивает система холостого хода. Для пуска прогретого двигателя водителю не надо воздействовать на органы управления карбюратором. Достаточно включить зажигание и провернуть коленвал. В карбюраторе воздушная заслонка открыта, дроссельная закрыта. Пуск обеспечивается только работой системы холостого хода. На режиме частичных нагрузок например при трогании автомобиля с места водитель плавно нажимает на педаль привода дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка приоткрывается включая в работу щелеобразное отверстие холостого хода чем обеспечивается постепенное вступление в работу главной дозирующей системы. При работе на средних нагрузках водитель нажимает на педаль привода немного больше половины полного хода. Дроссельная заслонка открывается примерно до трех четверти. Работает только главное дозирующее устройство обеспечивая наиболее экономичный обедненный состав горючей смеси и подачу его в цилиндры в нужном количестве. Водитель нажимает на педаль управления плавно до отказа. Дроссельная заслонка открывается более чем на три четверти. Толкатель открывает клапан экономайзера. Дополнительная порция топлива поступает в главную дозирующую систему обеспечивая приготовление обогащенной горючей смеси. Для быстрого увеличения нагрузки на двигатель водитель резко открывает дроссельные заслонки. В работу вступает ускорительный насос обеспечивая образование богатой смеси. В дальнейшем при полностью открытых заслонках обогащенную смесь поддерживает экономайзер. При увеличении частоты вращения коленчатого вала вместе с повышением мощности возрастают и динамические нагрузки на детали двигателя. Чрезмерное их возрастание может привести к преждевременному износу двигателя. Во избежание этого служит ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. Он состоит из исполнительного механизма и центробежного датчика связанного с распределительным валом двигателя. При работе двигателя на оборотах выше допустимых под действием центробежных сил клапан датчика перекрывает поступление воздуха в полость над диафрагмой. Образуется разность давлений в полостях механизма. Диафрагма прогибается вверх и с помощью рычага прикрывает дроссельную заслонку. Частота оборотов коленчатого вала уменьшается. Отработавшие газы из камеры сгорания цилиндра проходят сначала по выпускным трубопроводам затем по приемным к глушителю. Газы попадая из тонкой трубы в полость глушителя расширяются и проходя через множество отверстий в трубе и перегородках резко снижают скорость что в итоге приводит к снижению их шума. Исправно работающая система питания обеспечивает экономичную эксплуатацию автомобиля и является одним из факторов охраны окружающей среды и здоровья людей. Система питания дизеля служит для подачи в цилиндры двигателя воздуха и топлива и отвода отработавших газов. В дизельном двигателе в отличие от карбюраторного горючая смесь образуется непосредственно в камере сгорания. Нет здесь и системы зажигания. Горючая смесь в цилиндрах воспламеняется не от электрической искры а от раскаленного сжатием воздуха. Рассмотрим принцип смеси образования в дизельном двигателе. В конце такта сжатия в цилиндр форсункой подается определенная порция мелкораспаленного топлива. Благодаря завихрению создаваемому особой формой днища поршня в камере сгорания за тысячные доли секунды топлива перемешивается с воздухом испаряется нагревается до самого спламенения и быстро сгорает. В цилиндр поступает новая порция воздуха и топлива и процесс повторяется. Мелкое распыление топлива и тщательное перемешивание его с воздухом обеспечивают полноту сгорания и в итоге позволяют получить наибольшую мощность, экономичность двигателя, а также больший крутящий момент и обеспечить лучшую приемистость при малой частоте вращения коленчатого вала. Система питания дизельного двигателя состоит из топливного бака, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, топливоподкачивающего насоса низкого давления, топливного насоса высокого давления, форсунок, электрофакельного пускового устройства, топливопроводов низкого и высокого давления, воздухоочистителя, впускного и выпускного трубопроводов глушителя. Топливный бак автомобиля снабжен сетчатым фильтром, отверстием для слива отстоя, риостатным датчиком, который указывает количество топлива. Бак разделен перегородками, уменьшающими инерционные удары топлива при ускорениях. Из бака топлива поступает в фильтр грубой очистки. Здесь оно стекает по отражателю в корпус, на дне которого осаждаются крупные механические частицы и вода. А топливо, прошедшее сквозь фильтровальную сетку, идет к топливоподкачивающему насосу низкого давления. Этот насос подает топливо через фильтр тонкой очистки к насосу высокого давления. Насос низкого давления приводится в действие эксцентриком кулачкового вала топливного насоса высокого давления и работает так. Поршень двигается вниз под действием пружины, создает разрежение, засасывает топливо из бака и одновременно вытесняет его из-под поршневой полости в топливопровод, ведущий к фильтру тонкой очистки. При движении поршня вверх топливо, заполнившее полость всасывания через нагнетательный клапан поступает под поршень насоса. В насосе предусмотрена автоматическая регулировка его производительности. Она заключается в следующем. Если давление в нагнетательной полости повышается, то поршень не совершает полного хода. Он останавливается в положении, которое определяется равновесием сил. С одной стороны от давления топлива и с другой от усилия пружины. Если это равновесие нарушается, поршень изменяет ход. Такая конструкция насоса позволяет поддерживать в нагнетательной магистрали постоянное давление топлива на всех режимах работы двигателя. С насосом низкого давления сопряжен ручной топливоподкачивающий насос. Он предназначен для заполнения системы топливом и удаления из нее воздуха. от насоса топливо поступает в фильтр тонкой очистки. Он намеренно установлен в самой верхней точке системы питания, чтобы собирать попавший в нее воздух. Но главное назначение этого прибора окончательная очистка топлива. фильтр состоит из двух корпусов, фильтрующие элементы которых работают параллельно. В фильтр встроен клапан жиклер для отвода избыточного топлива и попавшего в систему воздуха. Итак, топливо извлечено из бака, очищено от механических частиц воздуха, воды и подано к насосу высокого давления. Теперь нужно отмеренными дозами в строгом соответствии с порядком работы цилиндров под большим давлением подать топливо через форсунки в камеры сгорания. Эту важную функцию в дизельном двигателе выполняет топливный насос высокого давления. Он приводится в действие от шестерни распределительного вала двигателя через кулачковый вал, установленный в корпусе насоса на роликовых подшипниках. Насос состоит из секций, количество которых соответствует числу цилиндров двигателя. Каждая секция обслуживает свою форсунку. Поскольку все секции насоса высокого давления устроены и функционируют одинаково, мы рассмотрим работу лишь одной из них. Насосная секция состоит из роликового толкателя, пружины, плунжера со спиральной канавкой, осевым и диаметральным отверстиями, поворотной втулки и корпуса с впускным и перепускным отверстиями нагнетательного клапана. Проследим за тем, как работает насосная секция. Когда плунжер находится в нижнем положении, топливо через впускное отверстие заполняет надплунжерное пространство. Кулачок вала поднимает плунжер вверх. При этом топливо сначала вытесняется через впускное отверстие обратно в топливоподводящий канал. При дальнейшем движении плунжер перекроет впускное отверстие. Давление на топливо возрастет, вследствие чего нагнетательный клапан откроется и пропустит топливо через штуцер к форсунке. Движение плунжеров вверх создает 10-кратное увеличение давления на топливо, которое достигает 15-18 мегапаскалей. Топливо под этим давлением действует на конусы иглы форсунки, отжимает пружину и запорная игла открывает топливу проход к соплам распылителя. Через них оно впрыскивается в камеру сгорания. Обратите внимание на то, что запорная игла мгновенно возвращается на свое место, предотвращая этим просачивание лишнего топлива в камеру сгорания. Такую четкую отсечку подачи топлива обеспечивает нагнетательный клапан, а точнее его разгрузочный поясок. Входя в цилиндрическое отверстие седла клапана, поясок работает как поршень, увеличивая за собой и, следовательно, за клапаном объем пространства. Давление в трубке между клапаном и форсункой падает, и поступление топлива сразу же прекращается. Плунжер в гильзе совершает не только возвратно-поступательное, но одновременно и вращательное движение. В это время важную роль играет спиральная канавка плунжера. Поворот плунжера осуществляет водитель нажатием педали через систему тяг, рычагов и реек. Действуя педалью управления подачей топлива, водитель поворачивает канавку в определенное положение относительно перепускного отверстия. В зависимости от поворота плунжера изменяется расстояние от отсечной кромки канавки до перепускного отверстия, а значит и количество топлива, подаваемого в цилиндры. Так его поступает меньше, а так больше, что самым прямым образом влияет на состав горючей смеси, а значит и на мощность двигателя. Известно, что в течение даже короткого отрезка времени двигатель работает на разных режимах. Чтобы помочь водителю поддерживать заданное количество оборотов, при определенном положении педали подачи топлива, дизельные двигатели оборудуются всережимным регулятором частоты вращения коленчатого вала. Главными деталями регулятора являются державка с грузами, муфта, рычаги, регуляторы управления, рейки, пружины. При работе двигателя в некотором режиме в регуляторе устанавливается равновесие между центробежными силами грузов и силой натяжения пружины. При увеличении частоты вращения коленчатого вала под действием центробежных сил грузы регулятора расходятся и перемещают подвижную муфту, которая через рычаг двигает рейку топливного насоса в сторону уменьшения подачи топлива. Это перемещение будет продолжаться до тех пор, пока центробежные силы грузов не уравновесятся силой натяжения пружины при постоянном положении педали. В случае увеличения нагрузки на двигатель частота вращения коленчатого вала уменьшается. вследствие этого грузодержавки сойдутся и через рычажную систему пружина переместит рейки топливного насоса в сторону увеличения подачи топлива до тех пор, пока снова не восстановится нарушенное равновесие. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала необходимо изменять угол опережения впрыска топлива. Для этого система питания оборудована автоматической муфтой опережения впрыска топлива. Она расположена в одном корпусе с топливным насосом высокого давления и состоит из ведущей полумуфты приводимой во вращение от распределительной шестерни и ведомой полумуфты закрепленной на конце кулачкового вала топливного насоса. При увеличении частоты вращения коленчатого вала грузы под давлением центробежных сил преодолевая натяжение пружины расходятся и поворачивают ведомую полумуфту а с ней и кулачковый вал по ходу вращения увеличивая таким образом угол опережения впрыска. При уменьшении частоты вращения коленчатого вала грузы отжимаются пружинами к центру и ведомая полумуфта движется в противоположную сторону этим самым уменьшая угол опережения впрыска. Оба эти устройства всережимный регулятор и автоматическая муфта обеспечивают оптимальную работу двигателя на различных режимах. Стабильный пуск холодного двигателя обеспечивает электрофакельное пусковое устройство. Основные его части две свечи и электромагнитный клапан. Устройство образует факел, который создает прогрев воздуха, поступающего в цилиндры в момент стартерной прокрутки коленчатого вала. Благодаря этому двигатель без особого труда пускается даже в 30-ти градусный мороз. Теперь рассмотрим процесс подачи и очистки воздуха системы питания дизеля. Во время работы двигателя воздух из атмосферы по трубе воздухозаборника поступает в воздухо очиститель. Здесь он проходит через микропоры картонного фильтра и уже очищенный попадает во впускной трубопровод двигателя. а задержанные крупные частицы отсасываются отработавшими газами с помощью эжектора и выбрасываются в атмосферу. отработавшие газы из двигателя отводятся по выпускным трубопроводам приемным трубам гибкому металлическому рукаву и глушителю в атмосферу. В глушителе газы проходят через множество отверстий и перегородок которые снижают их скорость и уровень шума. Дизельные двигатели имеют ряд преимуществ по сравнению с карбюраторными. Дизельный двигатель на единицу выполненной работы потребляет топливо почти на 30% меньше чем карбюраторный. Кроме того он работает не на бензине а на дешевом дизельном топливе которое менее пожароопасно и оказывает незначительное корродирующее действие на детали двигателя. Эти преимущества а также высокая эксплуатационная надежность способствуют широкому использованию дизельных двигателей на автомобилях. Эффективность дизельных двигателей